Всем привет, друзья! Меня зовут Алексей, вы снова на канале Бизнес Китаем. И сегодня я хотел бы поговорить с вами на тему электробайков. То есть это видео будет интересно тем, кто планирует в будущем сезоне приобрести для себя электробайк, либо построить бизнес на этих электробайках. Ну а прежде чем продолжить это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк обязательно. Я жду ваше мнение, ваши вопросы в комментариях. Поставьте этот колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И в общем поехали уже. За пять лет я объехал большинство производств, которые находятся в Китае. Начиная от самых маленьких, то есть и заканчивая огромнейшими предприятиями. То есть знаю, как устроено все это изнутри. И я занимаюсь вот именно поставками электробайков из Китая напрямую с завода. Я постоянно мониторю, что продается в сети, в интернете, на авито, на всеразличных сайтах. Но порой иногда волосы стоят дыбом от того, что там пишут. Кто-то там за гидроизоляцию накидывает, там, тысяч двадцать. Кто-то там за цвет, кто-то за какие-то гарантии. В общем, кто на что гораст. Вот. На самом деле, то есть это все делается на заводе. То есть можно выбрать цвет, можно выбрать, то есть дополнительный тюнинг. И байк уже придет, собственно говоря, вам готово. То есть сел просто-напросто и поехал. Очень многие мне пишут, что вот на Алиэкспресс дешевле. Можно заказать самостоятельно на Алибаба. Ребят, да, можно, но вы должны понимать, то есть то, что вы работаете напрямую с Китаем. И неизвестно, что вам придет и вообще придет ли. То есть я знаю очень многих продавцов из Алибабы, из Алиэкспресса лично. Так как я уже говорил, что я объехал все эти производства самостоятельно. То есть мы выбирали себе поставщиков. Вот. И то есть потом что-то сделать уже будет, ну, просто нереально. У меня были случаи, когда ребята самостоятельно заказывали на Алибабе. Им приходили модели с явной коррозией, то есть на кузове, то есть прям в баке. То есть была коррозия ржавчина. Ну и что ты потом с ним сделаешь? Приходили ребятам модели, что вместо литиевой батареи китайцы поставили свинцовый. Но, естественно, китайцы говорят, да, без проблем мы меняем, возвращайте нам назад. Мы, то есть, ну, бесплатно вам поменяем вот байк. Ну, то есть как это доставлять, естественно, никто не знает. И доставка, соответственно, за счет покупателя. Вот. То есть бывали случаи, когда на таможне вставал байк, потому что китаец в сопроводительных документах указал, что это транспортное средство, а то есть не спортивный инвентарь. Когда у него таможня запросила документы, он сказал, какие документы. Это электромотоцикл, на него нет документов. Я не знаю, чем там все дальше закончилось, если честно. Ну, то есть нюансов очень много. Если вы готовы идти на эти риски, то есть, да, без проблем, вы можете рискнуть заказать там дешевле. Смотрите, ребят, то есть сейчас в Китае буквально через две недели стартует китайский Новый год. Он продлится около трех недель, ну, в крайнем случае месяц. Вот. После чего китайцы выходят на работу, то есть запускают свои предприятия, начинают закупаться сырьем, то есть для производства своего продукта. В общем, и все они очень и очень голодные. Вот. В этот момент, как показывает практика, уже несколько лет, то есть очень интересно делать закуп. То есть когда ты делаешь большой закуп в этот момент, ты можешь получить очень хорошую скидку за счет того, что, я повторюсь, то есть китайцы все голодные, они потратили за Новый год все свои сбережения. И теперь, то есть в Новый год с новыми силами они закупают сырье для своих предприятий. И за счет того, что мы будем формировать закуп, они, соответственно, закупят больше сырья, ну и так далее, и так далее. И в этот момент я хочу организовать оптовую закупку на одном из заводов, который занимается, собственно говоря, производством электробайка. Вот. Все это будет происходить следующим образом. То есть начиная с начала января я начну сбор заявок, который продлится до 15-20 февраля, не знаю точно, в зависимости от того, когда у китайцев заканчивается Новый год. Вот. И когда они выходят на работу после праздников, мы оформляем эту заявку. Почему это интересно и почему я вам это прилагаю? Потому что можно, еще раз говорю, получить хорошую скидку. То есть скажу вам сразу, как есть. То есть если я закупаю у них от 6 штук, мне идет скидка 100 долларов с одного байка. Если я закупаю от 16 штук, то есть от контейнера, там идет скидка 150 долларов. Поэтому если вам интересна эта штука, я оставлю в описании под этим видео ссылку на договор оказания услуг, по которому мы будем с вами сотрудничать. Оставлю также ссылку на прайс, вот, в котором указаны цены. Но еще раз говорю, то есть если мы наберем, не знаю, я думаю, 2-3 контейнера, можно получить долларов 200-250 скидку точно. На сборку заказа уйдет около 2-х недель. То есть за 14 дней соберутся полностью все байки по нужным вам комплектациям, упакуются, промаркируются и отправятся в сторону России. То есть доставка занимает около 30 дней, ну там плюс-минус 2-3 дня. Но чаще всего приходят раньше. И таким образом к середине марта уже байки будут находиться в Москве. Дальше, если будут заявки с регионов, ваши байки будут распределяться по транспортным компаниям и уже осуществляться доставка в регионы. Вот. Таким образом к началу сезона, то есть у вас уже будет ваш электрический конь. Вот такие вот дела. Ребят, я готов выслушать все ваши вопросы. То есть пишите в комментариях, я обязательно всем отвечу. Я оставлю контакты свои для связи в описании под видео. А также все ссылки. Это ссылка на договор и ссылка на прайс. Вот. Если вам интересно вот эта вот, так сказать, совместная оптовая закупка, свяжитесь со мной в контактах. Мы с вами обсудим, что, как и почему. Я вам все расскажу в подробностях. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.